Аким Жамбылского области, Ербыл Карашукеев принял участие в Международной конференции туркоязычных народов на тему «Острая и хроническая сердечная недостаточность». Мероприятие организовано в Научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии по случаю 85-летиям заслуженного врача Кыргызстана и Казахстана, председателя Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Казахстана, заслуженного врача Жамбылского области Сиитана Джошубаева. Как известно, хроническая сердечная недостаточность является одной из глобальных медицинских проблем, влияющих на продолжительность жизни человека. На данный момент в Научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии города Тараза взрослым и детям оказывается высокоспециализированная кардиологическая и кардиохирургическая помощь. В первую очередь глава региона Ербыл Карашукеев ознакомился с материально-технической базой центра. Он подчеркнул всю важность проходящей конференции и отметил большую работу коллектива Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии. Статистика неплохая. У нас есть снижение по сравнению с четырех месяцев прошлого года снижение смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. За прошлый год у нас получается по области три центра, которые делают операции, сделали 167 операций. Из них 46% операций были сделаны, молекуляции, все они были сделаны в центре уважаемого Сейкана Тюшмая. Я бы хотел еще раз всех поприветствовать участников сегодняшней конференции. Действительно, кардиохирургия, заболевания сердечно-сосудистой системы, я как Аким область вижу, это одна из самых важнейших проблем сохранения и оздоровления граждан наших жителей нашей области. Поэтому хочу еще раз пожелать успехов в сегодняшней конференции. Сейканжу, субая, сезгей, люкенар, ахмед, ана, санисто, обстывался, вам энергии большой, чтобы все ваши планы, которые вы сегодня прошли, посмотрели, чтобы они все поплатились. Всем спасибо. В свою очередь ученый-кардиолог, доктор медицинских наук. Профессор Сейканжа Шабаев рассказал о миссии центра и поделился планами на будущее. Вся проделанная работа и дальнейшие планы связаны прежде всего с благополучием страны. Наши врачи занимаются не только операциями и лечением пациентов, но и научной работой. В ближайшее время мы планируем открыть Международную медицинскую академию. Это потому, что без глубоких знаний мы не можем развивать медицину. В ходе международной конференции своим опытом и наработками поделились представители корпоративного фонда «Университетский медицинский центр» и акционерного общества «Национальный научный центр хирургии», а также лучшие представители медицинской сферы. Стоит отметить, что на пленарных заседаниях эксперты обсудят достижения и актуальные проблемы отрасли. Также квалифицированные врачи проведут операции на основе современных методов и обменяются опытом. Кулеш Умурзакова, Адиль Сайлаубеков, Алимшан Ахпаев, 77 Ньюс.